Сегодня холл первой гимназии превратился в избирательный участок. Здесь все, как на самых настоящих выборах. Школьники-избиратели отмечаются в списках, получают бюллетени, голосуют за понравившегося кандидата и отправляют листок для голосования в специальную урну. Кандидатами могут стать учащиеся с 9 по 11 класс. Те дети, которые принимают непосредственно электорат, то это дети с 5 по 11 класс. С каждым кандидатом были выдвинуты свои программы, были подготовлены выступления перед аудиторией. Претендентов на пост президента школьного ученического совета в первой гимназии было три. Своим избирателям они обещали, например, вернуть День Святого Валентина, создать совет старейшин, организовать походы на природу и устраивать дни самоуправления. Александр Чесноков мечтает, когда станет президентом, создать команду КВН, открыть школьную газету и сформировать конфликтную комиссию. Инициатив масса. Все должно меняться к лучшему. Ведь сегодня наша гимназия уже входит в топ-500 во всей России. Но я считаю, что совместными усилиями каждого человека мы сможем продвинуть ее даже до топ-100. Но для этого нужно организовать различные мероприятия. Президентов школьного ученического совета сегодня выбирали во всех школах курорта. Проект по всей Кубани работает уже третий год. Задач решает несколько. Это и поиск лидеров, и привлечение молодежи к активной общественно-политической жизни, и приобретение опыта управленческой и организаторской деятельности. Это своего рода избирательный процесс. Все стадии, которые должны знать дети в будущем, когда уже станут полноценными избирателями, придут на избирательные участки, и они смогут полноправно осуществить свои гражданские права. Сегодня в единый день голосования были выбраны 66 президентов по одному от каждой школы. Эти ребята и сформируют школьный ученический совет. Он станет неким проводником идей всех школьников курорта. А в ноябре из 66 выберут 15 самых активных. Они войдут уже в городской ученический совет.